Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим об уходе, и не просто каком-то уходе, а об очень бюджетном уходе от Revolution. Наверняка вы все уже знакомы с декоративной косметикой от Revolution, все мы ее знаем, все мы ее любим, и мы знаем, насколько круто они умеют ее делать за такую бюджетную стоимость. Так вот, они решили, что пора бы им делать не только крутую декоративную косметику, но также и крутой уход. И вот относительно недавно, где-то может быть в районе полугода назад, они выпустили свои первые уходовые средства, и вообще в принципе вот первые их релизы мне очень напомнили маркетинговую стратегию такого бренда как The Ordinary, то есть у них тоже все выпускалось с очень простым составом, буквально один или там несколько активных ингредиентов, и сама формула состояла собственно из этих активных ингредиентов, плюс какой-то стабилизирующий там состав, но больше ничего, никаких филеров, никаких дополнительных там смягчающих агентов, отдушек и так далее. У них также как у The Ordinary все выпускалось в такой простенькой бутылочке с пипеткой, и грубо говоря этот уход мне напоминает конструктор, то есть вы заходите на сайт, смотрите какие формулы и какие активные ингредиенты вообще есть, и из них вот так вот выборочно составляете свой идеальный уход, потому что это не те средства, которые купил одну банку, и она настолько универсальная, что и днем, и вечером, и когда обсыпало, и когда там какие-то покраснения. Нет, здесь все-таки для того, чтобы собрать полноценный уход, нужно хотя бы немножко разбираться в ингредиентах, или хотя бы довольно много времени провести на сайте для того, чтобы почитать какой ингредиент что делает, а потом углубиться немножко и понять, есть ли свойства похожие, то что может быть для вас конкретно лучше для вашего типа кожи. Короче, я сейчас в это углубляться не буду, но я считаю, что это классный шаг с их стороны, тем более Revolution у нас представлен гораздо более широко, то есть легче гораздо достать, чем The Ordinary. The Ordinary официально до сих пор, по-моему, нигде не представлен, поэтому так, чтобы с уверенностью не нарваться на подделку, можно заказывать только в зарубежных интернет-магазинах. Так вот, что касается вот такого повседневного ухода, то сегодня не о нем пойдет речь, потому что у меня, в принципе, уход сейчас сформирован, он меня полностью устраивает, я им пользуюсь, и ничем разбавлять особо мне его не хочется, но я вам сегодня покажу ту продукцию, которая может дополнить любой уход, вот какой бы он у вас ни был, потому что это то, что мы используем периодически, время от времени. Я когда просматривала сайт Revolution, именно раздел с уходом, больше всего меня зацепила коллаборация с инстаграм-блогером Джейком Джейми. Они выпустили в этой коллаборации три маски для лица и также еще эссенцию. Так что сегодня будет разбор именно этих средств, я вам расскажу о своих субъективных впечатлениях об этих масках, также поверхностно мы с вами разберем состав для того, чтобы понимать, за счет чего все это работает и работает ли это вообще. И у меня тоже для вас приятная новость, потому что в этом видео также будет конкурс на одну из этих масок, на какую именно я вам расскажу в самом конце видео. И не перематывайте сейчас конец видео, вот посмотрите видео до конца, а то испортите себе карму и удача от вас отвернется. Ладно, погнали! Давайте, наверное, по порядку и начну я с той маски, которая мне больше всего понравилась. Для меня это прям какое-то райское наслаждение, такое впечатление, что я за супер бюджетную стоимость пришла куда-то в спа-салон дорогой и получила такой просто кайфовый уход. Так вот, маска, которая мне больше всего понравилась, это вот эта желтенькая с кокосом, манго и семенами чия. Я вообще огромный любитель тропических ароматов, но эта маска имеет не просто тропический аромат, это какой-то тропический аромат просто самого высшего уровня, потому что это просто невозможно, насколько вкусно она пахнет, вот просто хочется полностью мазаться этой маской и жить в этом, даже не хочется это смывать. Сама по себе маска тоже достаточно интересная. Это не просто такая кремовая текстура, здесь в составе также есть семена чия, и они здесь добавлены не просто для декоративного эффекта или чтобы все круче смотрелось, дело в том, что эта маска еще и с отшелушивающим эффектом, то есть изначально наносишь ее, ждешь 10-15 минут, после этого перед тем, как ее смывать, начинаешь массировать кожу круговыми движениями, здесь не нужно прям слишком сильно стараться, потому что эти семена достаточно крупные, для того, чтобы не повредить кожу, нужно очень легкими движениями, поверьте, этого будет уже достаточно. И вот после того, как уже помассировал кожу, смываешь эту маску, и ощущения очень приятные после нее, ощущение свежести, ощущение увлажненной кожи. В общем-то для меня эта маска, это действительно спа-процедура. Когда я хочу побалдеть, я 100% буду доставать вот эту вот маску. Я также снимала на камеру, как я пользовалась этими масками, и, вы знаете, я осталась, возможно, не совсем довольна отснятым материалом, потому что, когда я его пересматривала, я бы не сказала, что есть визуальная разница между вариантом до и после, но в то же время ощущение есть, что кожа стала гораздо более мягкая и приятная. Что касается состава этой маски и за счет чего она, собственно, работает, я сейчас на официальный сайт зашла, и здесь основное действие идет за счет масла ши, это питательное, в принципе, свойство, и масло ши здесь довольно высокой концентрации, глицерин тоже здесь есть, но это, в принципе, ничего особенного, и несколько экстрактов, которые тоже, возможно, дополняют этот эффект увлажнения и питания кожи. Но основное действие здесь за счет масла ши и глицерина. И сразу забегая вперед, хочу сказать, что, вы знаете, в этих масках я не нашла в составе чего-то революционного, но в то же время это такой неплохой состав за эти деньги, плюс вот этот эффект от этого аромата, ну, для меня это стоит того, чтобы эту маску купить. И вот если выбирать между тремя, то я, наверное, в первую очередь посоветовала бы именно вот эту маску. Кстати, я все время комментирую аромат-аромат, но так и не сказала. Это очень яркий, сладкий, тропический аромат. Такое впечатление, что я где-то на курорте нахожусь, и мне принесли свеженарезанный манго и ананас, и вот просто поднос подставили. Следующая маска, о которой я хочу вам рассказать, это вот эта, с какао и овсянкой. Вообще, на сайте Революшн она позиционируется как увлажняющая маска, и это мне немножко сбило с толку, потому что, на самом деле, я бы не сказала, что она такая уж прям увлажняющая, потому что основное действие здесь идет за счет коалиновой глины, то есть это глиняная маска, которая со временем начинает подсыхать на тебе. Если вот эту вот наносишь, и она остается в такой кремовой консистенции, с ней абсолютно ничего не происходит, то вот эта со временем начинает подсыхать. Для моей суховатой кожи, возможно, это не самое приятное ощущение вообще, когда она начинает подсыхать на лице, поэтому я ее не выдерживаю слишком долго, я ее наношу, буквально, может, 10 минут сижу, не 15, не довожу до 15 и потом смываю. Также здесь в составе овсянка, я так думаю, что это тоже такое легкое отшелушивающее свойство имеет, глицерин здесь и масло семян какао. Что касается аромата этой маски, то он тоже очень приятный, такое впечатление, что перед тобой чашка свежезаваренного какао, нежели маска для лица. Ну, мне такие ароматы, это мое личное предпочтение, нравятся немножко меньше, чем тропические ароматы. Вообще тропические в уходе, это мои самые любимые. Вот это тоже потрясающе приятный, но из-за того, что и состав здесь не совсем подходящий для моего типа кожи, и аромат не настолько сводящий меня с ума, то вот эта мне немножко меньше понравилась маска, и мне кажется, что она скорее подойдет для тех, у кого более комбинированная кожа, кому нужно слегка чуть-чуть приглушить вот этот жирок на лице, но в то же время не пересушить кожу, потому что здесь есть компоненты, которые также и увлажняют кожу. И вы видели тоже в нанесении, что она также неравномерная, то есть в ней также такие встречаются отшелушивающие частички, которые также могут вам сделать дополнительную эксфолиацию, перед тем, как вы будете смывать маску. А о вот этой маске я, к сожалению, вам сильно много чего не расскажу, потому что вот эту маску я хочу подарить кому-то из вас. Именно эта маска будет участвовать в сегодняшнем розыгрыше. Я вообще заказала себе сначала все три, хотела сама их все попробовать, но потом я решила, наверное, сильно жирно для меня одной все три оставлять, поэтому я подумала, почему бы кому-то из вас одну из них не подарить, потому что это действительно из тех средств, которые доставляют удовольствие во время использования. И я выбрала эту, потому что мне показалась она самая универсальная. Это легкая увлажняющая маска. А легкое увлажнение, мне кажется, нужно абсолютно всем. И также здесь в составе, вот даже вот так вот видно, плавают косточки киви, и это опять-таки добавилось для дополнительной эксфолиации, поэтому мне кажется, абсолютно всем понравится более увлажненная кожа без каких-то шелушений на лице. Поэтому, если вы хотите поучаствовать в конкурсе на эту маску, пожалуйста, загляните в описание под видео, там будут расписаны полные условия, там ничего сложного, достаточно просто подписаться на мой канал, оставить комментарий, ну просто там будет указано, какие числа будет проходить конкурс, ну и все нужные подробности. Поэтому я желаю вам удачи, и надеюсь, что эта маска понравится тому, кто ее выиграет. А у нас с вами еще не все, потому что у меня осталась еще вот эта вот эссенция, и о ней я тоже хочу вам рассказать. Ее я попробовала, и изначально я не совсем поняла, зачем она нужна, в принципе, потому что состав у нее, ну, не ахти, скажем так. Здесь, в принципе, единственное, что более-менее можно причислить к таким ухаживающим свойствам, это касторовое масло, причем это касторовое масло ПЭК-40, которое создает своего рода пленку на лице, то есть оно не впитывается, а сидит на поверхности кожи. Но после того, как я попробовала этот спрей, я, в принципе, поняла, почему он сделан в этой коллаборации. Из-за того, что мы не просто стираем маску с лица, а именно смываем ее водой, соответственно, мы контактируем с водой, и у нас может слегка нарушиться ПАЖ-баланс. Соответственно, если у вас тип кожи, как у меня, например, это сухая кожа, да даже если и не сухая, в принципе, все зависит от того, какая у вас вода проточная, вы можете сразу ощутить, что лицо у вас немножко так начинает стягивать. Поэтому, если вдруг после того, как вы смываете эту маску или любую другую, в принципе, вы ощущаете вот это не очень приятное, такое комфортное чувство, то когда вы сбрызгиваете лицо вот этой эссенции, она как будто запечатывает вашу кожу вместе с тем, что вы получили от действующих компонентов этой маски. Что хочу сказать в заключение. Вы знаете, самое главное, не ожидайте, что какая-то из этих масок сделает прям какое-то чудо с вашей кожей, потому что, как я и сказала, они очень такие базовые, скажем так. Здесь нет ничего такого, чтобы прям было революционным. Но, тем не менее, стоимость этих масок достаточно низкая, и если бы они стоили дороже, я бы вам сказала, нет, не стоит это покупать, потому что это свою стоимость не оправдывает. Здесь же я считаю, что своя стоимость, в принципе, оправдана, потому что это очень приятное средство, достаточно неплохой здесь объем, и если уж какую-то рекомендовать, я бы вам рекомендовала вот эту для увлажнения и сияния. Она самая потрясающая, и действительно, после того, как ее используешь, у меня лично прям улучшается настроение. Я ощущаю, что она дает мне результат, хоть, возможно, не такой хороший, как, например, какие-то другие мои маски, которые, ну и в то же время, стоят подороже. Что касается этой эссенции, то ее, как раз, я думаю, можно пропустить. Если у вас есть какой-то тоник дома, то вполне можно заменить это средство любым тоником, который вам нравится, который вы используете. Ну и по большому счету у меня все. В принципе, мне даже добавить нечего. Если вы пользовались уходом от Revolution, обязательно пишите свои отзывы в комментариях. Чем пользовались, что понравилось, что не понравилось, какой у вас тип кожи. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.